Всем привет дорогие друзья! И в этом видео вы узнаете полезные пищевые добавки, которые нужно принимать всем. Если вы заинтересованы в оптимальной композиции тела и ведете здоровый образ жизни, то полезные пищевые и биологически активные добавки вам уже знакомы. Но даже если вы разнообразно питаетесь цельными продуктами, количество некоторых полезных нутриентов в них может быть неадекватным. Это видео в первую очередь адресовано новичкам, ведь иногда трудно понять с чего начинать. Не бесполезна она и для людей опытных, вы подтвердите или опровергните свои знания о необходимых пищевых добавках. Я подробно рассмотрю перечень из пяти лучших пищевых и биологических активных добавок, которые называют базовой пятеркой. С ними организм получит все необходимые для оптимальной работы и здорового долголетия. Номер один. Рыбий жир. Если вы собираетесь ограничиться только одной добавкой, то большинство экспертов предлагают на эту роль рыбий жир. Зачем он нужен? Спросите вы. Рыбий жир очень полезен благодаря содержащимся в нем незаменимым жирным кислотам. И эти соединения входят в состав наружного слоя всех клеток нашего организма, улучшая передачу сигналов или сообщений между клетками. С практической точки зрения это означает, что для получения энергии организм начинает больше налегать на припасенные жировые запасы, чем на глюкозу, полученную из углеводов. Вдобавок улучшается чувствительность к инсулину и повышается уровень метаболизма. Есть подтвержденные научные данные, что рыбий жир обладает высоким термическим эффектом, увеличивая количество калорий сжигаемых организмом в процессе пищеварения. Например, по данным одного исследования, среди мужчин, увеличивших потребление рыбьего жира с 0,5 г до 3 г в день в течение двух недель термический эффект увеличился на 51%. Рыбий жир также необходим для нейтрализации воспалительного действия переработанных овощных и растительных масел, таких как соево- или кукурузные, потребляемых в больших количествах жителями развитых стран. Эта необходимая пищевая добавка способствует улучшению когнитивной функции, снижению риска дегенеративных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера, а также повышению стрессоустойчивости, сколько нужно принимать. Оптимальная доза это от 1 до 3 г ежедневно. Очень важно качество добавки, так как данные показывают, что под многими марками рыбьего жира продается испорченный или даже зараженный продукт, несоответствующий заявленной на этикетке информации. Чтобы проверить свежесть, нужно разжевать одну капсулу при вскрытии новой упаковки. Безопасный рыбий жир обладает мягким вкусом, испорченный кислым. Существует еще несколько критериев и рекомендаций по применению данной пищевой добавки. Для борьбы с острым воспалением принимайте рыбий жир с высокой концентрацией. Для улучшения когнитивной функции и работы мозга выбирайте рыбий жир с высокой концентрацией ДХА. Для улучшения композиции тела лучше всего подходят комбинации ЕПА и ДХА совместно. В пропорции 3 к 2. Номер 2. Чистый витамин Д. Множество научных исследований показывает, что здоровый уровень витамина Д в нашем организме самый простой способ профилактики множества заболеваний и травм. Витамин Д способствует активному долголетию и оптимизации композиции тела. Рассмотрим, почему же такая важная данная пищевая добавка и механизм ее влияния на организм. Дефицит витамина Д не в последнюю очередь широко распространен благодаря использованию солнцезащитных кремов. Уже SPF 15 уменьшает синтез витамина Д на целых 98%. Если не бывает на солнце ежедневно без солнцезащитных очков и кремов, то низкий уровень витамина Д почти гарантирован. Данная статистика еще не берет во внимание широты, где большинство из нас живет. Результаты многочисленных исследований за последние десятилетия неразрывно связывают дефицит витамина Д с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением когнитивной функции и ожирением. Вот лишь несколько поводов для приема витамина Д. Определенный уровень витамина Д в нашем организме необходим для нормальной функционированной иммунной системы. И, что немаловажно, здоровые показатели этой активной пищевой добавки служат гарантией для профилактики травм и переломов опорно-двигательного аппарата. Витамин Д связан с силой и мощностью мышц. Например, по данным недавнего исследования, у взрослых людей с избыточным весом принимавших витамин Д в сочетании с программой силовых тренировок значительно увеличилась взрывная мощность по сравнению с подэкспертными, не принимавшими активную пищевую добавку. Витамин Д является ключевым фактором оптимальной композиции тела, так как он поддерживает уровень метаболизма и предотвращает проникновение жира в мышечную ткань. Витамин Д полезен для профилактики множества видов рака, включая саркому легких груди, толстой кишки и простаты. В случае рака легких прием витамина Д может помочь нейтрализовать повышенный уровень энзима, связанного с развитием агрессивных опухолей в организме. У людей с дефицитом витамина Д увеличивается риск депрессии и других расстройств настроения и деятельности мозга. Возможно, это связано с тем, что витамин Д увеличивает метаболические процессы и в нейронах, и защищает мозг от оксидативной дегенерации. Сколько нужно принимать, ответ не самый сложный, так как данная пищевая добавка хорошо изучена. Желательно периодически проверять уровень витамина Д, так как он подвержен сезонным колебаниям. Увеличить уровень витамина Д можно обычным пребыванием на солнце. Ученые рекомендуют ежедневно проводить не менее 20 минут на солнце в промежутке между 10 утра и 12 часами дня. Прием пищевой добавки Д3 в количестве от 2 до 5 микроединиц. Простая альтернатива, когда пребывание на солнце ограничено. Номер 3. Магний и зачем он нужен. Магний, о котором часто забывают, влияет более чем на 300 процессов нашего организма. Поэтому его дефицит может вызвать катастрофические последствия для жизни. Объективно, что в силу изменения питания и ухудшения качества почвы, дефицит магния наблюдается все чаще. Зарегистрировано постепенное уменьшение потребления магния с 500 пилиграмм в день. В 1900 году до современного уровня 225 мг в день, что уже меньше рекомендованной суточной нормы. От магния зависит уровень серотонина в мозге. Вещества, которые регулируют наше настроение, механизм большинства антидепрессантов, основан на усилении выработки серотонина. Поддержание, повышение уровня магния в организме – это естественный и такой же эффективный способ решения множества проблем. Магний оказывает выраженный успокаивающий эффект на нервную систему. Поэтому он так важен для полноценного сна и управления стрессом. Дефицит же магния превозбуждает нервную систему, провоцируя высокое кровяное давление и усиливает стресс. Магний играет определенную роль и в выведении кортизола, а также в борьбе с воспалениями. Известный своим свойством повышать чувствительность к инсулину, магний является ключевым фактором поддержания нормального уровня сахара в крови. Во время всплесков сахара почки не могут поддерживать уровень магния, и это создает порочный круг магниевого дефицита, который приводит к диабету. Имейте в виду, что регулярные тренировки повышают потребность в магнии на 10-20%, в основном из-за обильного потоотделения. Как проверить уровень магния? Известно, что только 0,3% магния содержится в крови, остальное – в костях, мышцах и соединительных тканях нашего организма. Обычный серологический анализ крови бесполезен для оценки концентрации магния. Вместо этого нужно делать анализ на абсолютное число эритроцитов. Как принимать магния? Рекомендация ученых – 10 мг магния на каждый килограмм веса тела ежедневно. Ключевой фактор – это качество добавки, так как дешевые соединения магния, например, оксид, вызывают сверхрелаксацию кишечника, что приводит к необходимости быстро бежать в туалет. Ищите добавки магния в виде следующих соединений – цитрат, малат, глицинат, трионат, таурат, фумарат или аратат. Наилучшими результатами достигается приема различных форм в отдельных дозах. Например, можно принимать глицинат магния после утренней тренировки и смешанные магния с последующим приемом пищи. Номер 4. Мультивитамины и минералы. К полезным пищевым добавкам для здоровья, безусловно, относятся и витамины-минеральные комплексы. Многие сторонники здорового образа жизни считают, что получают все необходимые нутриенты с пищей. Диетологические исследования этого не подтверждают. Большинство людей не получают и не могут получать оптимальное количество витаминов с пищей. График из отчета о проведенном в 2010 году исследовании показывает, что среди всех возрастных групп жителей развитых стран именно взрослые потребляют 21 из самых важных нутриентов меньше рекомендуемой дозы. Дефицит витаминов D и E, а также калия превышает 80%. Холина, калия и магния 50%. Это неудивительно, учитывая, что средний житель развитых стран потребляет много высококалорийных переработанных продуктов с низкой питательной ценностью. Однако, даже питаясь цельными продуктами, можно испытывать дефицит нутриентов в силу следующих факторов. Широкого применения пятицидов и гербицидов при выращивании высокоурожайных культур, значительно снижающего их нутрициональное качество, истощение микронутриентов в почве из-за сельскохозяйственного производства высокоурожайных культур, применение лекарственных препаратов, прием пероральных контрацептивов, может истощить в организме запасы многих нутриентов, таких как фолиевую кислоту, магний, трептофан, тирозин, витамины В2, В6, В12, С и Е, а также цинк. И это только верхушка айсберга. Хронический стресс уменьшает уровень витаминов и минералов в ускоренном темпе. Высокий уровень кортизола и адреналина увеличивает использование и ускоряет выведение из организма витаминов А, С, Д, Е и К, группы В и минералов, включая магний, кальций, фосфор, селен, цинк и калий. Выбрать витаминно-минеральный комплекс правильно, не слишком сложно, но нужно уметь. В состав мультивитаминов входит множество нутриентов, и качество их часто бывает сомнительным. Все минералы связаны с другими веществами для стабильности. Один из простых способов уменьшения расходов на производство таких пищевых добавок это применение минеральных солей для связывания. Но минеральные соли, карбонаты, оксиды и сульфаты очень плохо усваиваются. Этого можно избежать, если выбирать минералы, связанные с аминокислотами, так как организм идентифицирует их как протеин и легко усваивает. Это может быть таурат, глицинат, ратат, аргинат, лизинат или цитрат. Обратите внимание, что мультивитамины не должны содержать много предварительно сформированного витамина А. На этикетке значатся как ретинола, пальмитат или ацетат и магния, так как эти вещества в большом количестве токсичны. И, наконец, полигокислота должна быть в биодоступной форме, тетрагидрофалата, так как другие его формулы усваиваются не больше, чем на 50%. Да, и то только людьми со специфической генной вариацией. Номер 5. Пробиотики. И, наконец, пробиотики – одни из самых полезных пищевых добавок для здоровья. Пробиотики – это бактерии, живущие в пищеварительном тракте каждого человека. К сожалению, экология, стресса, неправильный образ жизни и применение антибиотиков – все это вызывает гибель полезных бактерий. Рассмотрим подробно, для чего они нужны. Для здорового пищеварения. Пробиотики помогают переваривать и усваивать нутриенты из пищи. Они не только способствуют усвоению организма витаминов, минералов и белка, но и благотворно влияют на производство в пищеварительном тракте. Нейротрансмиттеров. Улучшая нашу когнитивную функцию для похудения, пробиотики поддерживают рост противовоспалительной микрофлоры в кишечнике, которая способствует уменьшению жира. Например, в результате одного японского исследования выяснилось, что в результате увеличения потребления пробиотиков в течение 4 недель у подэкспертных на 8,2% уменьшился объем талии. Ученые считают, что пробиотические продукты способствуют уменьшению абдоминального жира благодаря общему улучшению метаболизма и усилению противовоспалительных сигналов. Адипонектина для детоксикации. Пробиотики замещают патогенные полезнетворные бактерии и улучшают способность организма к выводу продуктов распада и чужеродных веществ. Они также предотвращают повреждения печени и других органов алкоголем, антибиотиками или обычными обезболивающими. Ключевой фактор при выборе пробиотика – это живая микрофлора, содержащаяся в продукте. Покупайте пробиотики с таким расчетом, чтобы непременно использовать их до окончания срока. В годности особое внимание уделяйте условиям их хранения. Не будет лишним знать виды и штампы бактерий, польза которых подтверждена результатами научных исследований. Понравилось видео – ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok